МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сегодня 10% можно ли считать, что мы соблюдаем хоть какую-то часть?" -"Конечно, да. Конечно. Потому что 10% это очень серьезная жертва, я считаю. И если бы мы не жертвовали десятину, вы же поймите, что если мы будем приходить и давать по 5 шекелей или даже по 20, то это какое количество должно быть людей, чтобы содержать одного служителя. Понимаете? И когда мы даем десятину, жалко, я вытер, ну ладно, то как минимум эта десятина позволяет содержать левита или там Когена, священника. Часть, конечно, выполняем теперь. Мы, допустим, можем не отделять эту десятину, но цдака надо делать, помогать кому-то. Цдака это отдельно, но это тоже обязательная десятина на цдаку. Просто смотрите, в законе это почему так указано? Предположим, завтра приезжает к тебе домой семья, на неделю пожить. Это будет чувствоваться в бюджете семьи или нет? В чем? Так, еда, вода, свет. Теперь смотрите, на мороженое надо дать или на шуарму угостить, правильно? Да, чтобы угостить. Так вот, когда у тебя, допустим, зарплата в год там, ну не знаю сколько. Сколько сегодня минимальная зарплата? 50 тысяч в год, например, так? И с этих 50 тысяч, 10 процентов это сколько? 5 тысяч. Когда ты эти 5 тысяч отделила, и они у тебя вот так лежат в отдельном ящике, не отвлекайтесь. И к тебе приехала эта семья, тебе не нужно из бюджета вырывать эти деньги. Ты берешь оттуда, и ты принимаешь людей. И это есть цдака. Закон, почему это говорит? Он как бы обязывает людей это сделать, потому что не каждый человек умеет правильно планировать бюджет. Не умеют многие просто распределять эти деньги. А когда человеку закон сказал, это положи и не тронь. Но вот когда придут, тогда можно. Все, психологически у тебя нет нагрузки никакой. Ты положила деньги, они у тебя лежат, эти 5 тысяч. Нету, нету. Три года никто не приходил. Но ты там смотришь так, вот тому помочь, пойду помогу. Пошла на 100 шекелей, на 300, купила еды, принесла, отдала бедную семью. С этих 5 тысяч. Еще там. Прошло 5, еще добавилось 5. У тебя есть все время отдельная статья на то, чтобы делать цдака. И ты точно знаешь, что это должно на цдаку пойти. Ты не можешь на это пойти и купить себе платье. В этом случае закон очень качественно, на мой взгляд, регулирует и регламентирует вот эти вещи. Как правило, люди говорят, а у меня нету на благотворительность. Мне приходилось это слышать. Тоже в Украине мы были, я рассказывал. Мы пошли, вот мы идем, там группа нас, три человека. И сестра говорит, вот я хочу разбогатеть. Я говорю, а зачем тебе? Она говорит, я буду тогда благотворительностью заниматься. А мы по рынку идем. А там, ну видно, дети там, которые на улице живут. Знаете, мы на базаре. И я говорю, слушай, тебе не надо ждать, что ты разбогатеешь. Говорю, купи батон вот этим детям дай за гривну. И все, это и будет твоя цдака, это будет благотворительность. И для нее это было откровение. Она такая, оу, а я и не думала в этом направлении. А почему ты в этом направлении не думаешь, вопрос. Понимаешь, на самом деле для того, чтобы давать цдака или благотворить, для этого не нужно быть богатым. Для этого нужно просто от себя отщипнуть что-то и потратить конкретно целевое, вот на цдака, помочь кому-то. Да, поэтому частично выполняется часть. И вторая десятина. Мы не ходим в храм, правильно, на поклонение. Но мы празднуем здесь праздники. Почему я собираю деньги с вас? Как вы думаете? Я вам помогаю вот эту заповедь исполнить на самом деле. Я не помню там, может и моя жена, она обычно так, давай, ну что мы с пожертвованием там праздника. Я говорю, нет. Скинемся и сделаем праздник. И так мы сделали это в нашей общине. Не обсуждается эта традиция сегодня. Вот, брат Данил, помнишь, как ты сам, сколько раз ты говорил, в миру мы могли по 200 шекелей там скидываться, чтобы напиться и наесться, правильно? А что мы здесь не можем по 50 всего-то с человека там, по 60? Это небольшая, там на песок мы собираем чуть больше, потому что мы действительно покупаем свежую баранину. И она дорого стоит, особенно в песах. Дешевле водки. Я не знаю, сколько водка стоит, но я верю Данилу. Понимаете? То есть мы вот, допустим, вторую десятину же не можем сейчас отделить на храм. Фактически мы можем отделять эту десятину, которую мы жертвуем своей зарплатой. Каждый месяц, раз в неделю. Зависит от того, кто как получает от работодателя свои деньги. Мы детей приучаем. У нас дети жертвуют десятину с детства. Все. Вот то, что благословляют. Потому что у нас в доме и пастыря, и служители бывают. И вот Шуле, ей иногда благословляют неплохо. Но первое, что она делает, она дает десятину. Всегда. С карманных денег, с то, что приходит, обязательно. Мы учим, потому что мы считаем, что для нее, заложив с самого детства эти вещи, на всю жизнь будет благословение. Мы помним, как мы учили, вот она еще считать не умела. Ира взяла 10 монет по шекелю. Никак не могли объяснить. Ира взяла Шулу. Говорит, смотри, вот 10 монет, видишь? Да. Десятина, говорит, это вот одна монетка. Это Богу надо пожертвовать. И мы, помню, мы сидим, а Шула смотрела, смотрела. Раз половину. Типа как бы, ну, ребенку, знаете, мало, как это, нечестно. Типа, да. Поверьте, жертвенность, это огромное. Писание, писание. Слово цдака, вот у нас очень много в русском языке, я, может быть, когда-то подготовлю проповедь отдельную на иврите, а может и нет. Но в русском языке очень много написано, правда, правда, правда. В иврите не написано. В иврите слово цдака. Через цдака это благотворительность. Много грехов искупается, много проблем решается. В тексте, в оригинальном, слова цдака очень много. В псалмах и везде. Вот там, где правда твоя, а это на самом деле цдака, от тебя, которая должна, да. То есть, есть механизм некий. И поэтому на сегодняшний день праздник, если мы празднуем, просто будем сбрасываться, не собираем мы десятину. Поэтому, когда мы собираем, никогда не жалейте. Давайте. И у нас есть люди, которые дают за себя, еще за кого-то, кто не сможет. Всегда на празднике есть у нас такие вот вложения, как бы. Кто-то дает, говорит, приду, не приду, но вот пусть будет кто-то вместо меня. Слава Богу, что это работает в нашей собрании. Поэтому, конечно, да. Потому что десятина дается. Первая 10 процентов. Праздники мы не празднуем в храме, мы собираем свое. И цдака можете откладывать раз в три года, если хотите. И используйте это для благотворительности. Представляете, если мы просто даже друг другу начнем делать цдака и помогать с этих 10 процентов раз в три года. Понимаете? Сразу как поднимется. Отношения между нами. Правда? Ну и так далее. Вот вам писание, вот вам сила закона в действии. Почему не пользоваться этим? Это хорошо? Мы не даем десятину сегодня. Мы даем 10 процентов. Это меньше, чем десятина. Почему? Хороший вопрос. Потому что по книге «Второзаконие и числа» есть три десятины. Первая десятина это то, что вы даете. У меня с собой сносок нету. Первая десятина допустим, от 100 процентов. Так? Вы даете 10 процентов. Это на священников, на храм, на то, чтобы они жили, питались и все такое. Это чтобы содержать левитов и коганим. Вторая десятина чтобы праздновать праздники ежегодно. Три праздника. Но когда вы отдали это, у вас тут сколько осталось? А? 90 процентов. Правильно. А 90 процентов десятина это 9 процентов. Правильно? Это каждый год. На эти деньги праздновали праздники. И третья десятина была один раз в три года. Один раз в три года. и тогда вот это когда вы давали, это всегда 19 процентов было. Это десятина настоящая. Не 10. Теперь раз в три года, когда вы все вот это дали, здесь у вас оставалось 81 после вот этого всего. Правильно или нет? и отсюда вы снова давали, это 8,1 еще процента. Все вместе это 27,1 процента. Это десятина раз в три года выглядела вот так. Кроме этого еще были жертвы повинности, мирные жертвы, хлебное приношение. Это же тоже все тити-мити или нет? Это для евреев. А представьте себе, что еще римляне налоги брали по полной программе. И цдаку. Ну вот это на цдаку. Вот это тоже. Вот это отсюда делалось цдака. Вот отсюда. С третьей десятины. Вот это шло на цдаку. Но это минимальное требование. Понимаете? Закона. Мы же не какие-то фарисеи, правильно? Это фарисеи столько давали. А мы же не фарисеи. Мы же думаем, что мы лучше, так или нет? Так надо больше давать, если мы хотим быть лучше. Люди же думают, да что там те фарисеи, подумаешь, законники, бу-бу-бу-та-та-та. Они когда вот это все делали, а ну ты попробуй так вот жить. А ну попробуй жить. Помните, когда еще говорят, если не превзойдете праведности, их не можете войти в Царство Небесное. Вот так надо проповедовать о пожертвованиях по-честному и на самом деле. И здесь в Израиле, когда я говорил с одним из адвокатов, он мне очень убедительно объяснил, что десятина дается с брутто, а не с нетто. Даже так. Почему? Когда вот этот человек, что такое десятина? Это же урожай, который снял человек. Правильно? Так он не мог пользоваться этим урожаем, пока он не отделит десятину. Ясно? Первая десятина налоги, а потом только он пользуется от этого всего. Налоги собирали, но он же десятину собирал, а налоги могли прийти взять и потом. Он не может дать налог, только если у него отложенные деньги, да. Налог это налог, но десятина давалась всегда по снятию урожая. Просто сегодня люди, есть же еще право выкупа десятины. Если ты хочешь выкупить, ты должен добавить 20% в пятую часть. Так сегодня у людей возникает вопрос, а какой смысл мне выкупить 100 шекелей и положить 120? Где логика? Выкупить десятину из тысячи шекелей 100 шекелей десятина. А я хочу эти 100 шекелей оставить у себя, то я должен 120 положить. Потому что когда давали десятину, ее давали не с денег, ее давали с урожая. И если например было пророчество, как помните, которое было в Египте, когда 7 лет голода шло, и в других местах есть, когда Илия. И вот человек собрал урожай, а десятину отделил. Там со 100 тонн зерна 10 тонн зерна он отделил. А тут пришел в синагогу и слышит, три года засухи идет. Все. Он может эти 10 тонн выкупить, исходя из сегодняшней цены на зерно, но добавить он должен обязательно к этой цене 20%, и десятину он теперь дает серебром. А зерно оставляет у себя. Почему? Потому что когда начнется засуха, она уже будет стоить не 120%. И это справедливо, то что сегодня он выкупает ее, добавляя 20%, это немного на самом деле. Но во время засухи он может либо съесть, либо засеять это зерно и получить урожай. Поэтому право выкупа десятины это очень разумное и гуманное положение в законе на самом деле. Вот. Поэтому вот это расклад такой по десятине и сегодня когда мы даем или жертвуем 10% это условная десятина. Это десятина, конечно, но она условная. Понимаете? Не значит, что я пытаюсь что-то там выбить с вас лишнее, но вы должны знать теоретически хотя бы, правильно? Ну, если кто-то захочет применить на практике на здоровье. Но в принципе я вам рассказывал, что я знаком мы общались с человеком, у которого очень серьезный бизнес, две большие фирмы в Америке свои, он живет на десятину. То есть он оставляет себе 10%, 90% отдает, жертвует. Ему вот так десяти. Есть такие люди.